Привет, с вами Роман Душкин на научно-просветительском канале Душкина Мяснит. И сегодня я продолжаю рассказывать вам про методы стеганографии. У нас на очереди новый метод стеганографии, который называется микроточки. Погнали смотреть. И микроточки придумали немцы. Придумали их для сокрытия факта передачи информации, то есть для нашей самой стеганографии. И, собственно, они прекрасно этим пользовались. По легенде, какой-то выходец из Российской империи помог им это сделать. И суть в том, что микроточки это несколько раз примененное микрофильмирование или микрофотографирование. То есть микрофотографирование. Для этого использовался фотоаппарат. Тогда это были такие стуковины. У меня, кстати, в детстве был такой фотоаппарат. Его надо было водить. У него затвор там сюда пленка вставлялась. И вот, соответственно, на пленках из анилина делали это микрофотографирование или микрофильмирование. То есть перед фотоаппаратом ставилось, что? Лист бумаги, на котором что-то написано было. И, соответственно, дальше при помощи фотографических методов он снимался на пленку. И этот лист бумаги переводился в вот такую штуковину. 1 к 50. Примерно масштаб изменений. Масштаб сжатия. Вот, соответственно, вот что тут нарисован, какой-то текст. Да, вот он появлялся здесь. Потом вот это вот снова фотографировали. И дальше тоже можно было его там сжать. Вот, то есть вот 1 к 50 я пишу потому, что такой масштаб сжатия можно было обеспечить на вот этом самом анилине. И, соответственно, получалась вот совсем вот такая штуковина. Еще даже меньше. Вот такая штуковина. Я там не видел. Ну и, собственно, выглядело это примерно вот так. Если мы возьмем какой-нибудь текст. Наш любимый текст, да. А потом под лупой посмотрим вот на эту точку. Даже не под лупой, а под микроскопом. То в этой точке будет написано что-нибудь такое. То есть вот эта точка, у нее размер 1 мм. То есть в точке будет какой-то текст. Ну, три точки. Ну, естественно, что вот у нас есть письмо и в какой-то точке на этом письме есть какой-то текст, где его искать там вообще не ясно. Вот такой метод стигана график придумали немцы. Успешно им пользовались во время Второй мировой войны. Кстати, пользовались в дополнение к энигме. Про энигмы я рассказал здесь. Очень популярное видео. И, в общем-то, трудно было найти. Трудно. Сегодня микроточки тоже используются. По крайней мере, сообщается о том, что помечаются лазерные гравировки очень-очень там маленьким способом. Очень на маленькой площади помечаются какие-то идентификационные номера оборудования. Ну, в частности, автомобиль так помечают. Где-то в тайных местах. Ну, я думаю, те, кому надо, те знают, в таких-таких тайных местах помечаются микроточками детали автомобиля, детали пуза. Ну, я думаю, что не только автомобили помечаются, но и разные изделия более разного характера, так скажем. Все. Сегодня такое получилось совершенно небольшое видео. Мы рассмотрели микроточки как метод стигана график. Комментарии туда. Лайки сюда. На канал подписывайтесь. Друзья и зовите. С вами был Роман Духтин. До новых встреч. Пока.